Дорогие друзья, наверняка то, что рассказываю вам я, Интерфакс не расскажет. Вот, с вероятностью в 99,9%, потому что Интерфакс, это информационное агентство, отразится стоять на пустоте и опирается на пустоту. Да-да, под этим зданием туннель, садовое кольцо проходит. А еще оно живет на государственный бабосик и поэтому говорит то, что ему велено. А я могу говорить и скажу, ну вот это в Интерфаксе может где-то и прозвучить. Государственная дума Российской Федерации собирается наделить великого и всемогущего, несокрушимого, непобедимого аналогов, нету, их там нету, Владимира Валдимаровича, не буду выражаться кого, знаете какими? А отныне Путин получит, простите, я грязно выруглся, получит возможность наделять высшими воинскими званиями лиц, не состоящих на воинской службе. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд независимого журналиста, обозревателя и вашего вестника. Я в этом нуждаюсь, пытаюсь как-то свою жизнь перестроить. Вот не пью уже 12 дней, вот, по-честному, и больше не собираюсь. А вот, и благодаря вашей поддержке, в общем, я продолжаю трудиться. И знаете, друзья, я задаюсь вопросом, а у нас еще римское право или уже эрофистанское? Наверное, все-таки эрофистанско-клептонианское право у нас, а не римское. И поэтому у нас закон, когда это нужно, имеет обратную силу. Ведь говорилось же, закон, что дышло, куда повернул, так и вышло. А дышло можно вообще поворачивать не просто на 360 градусов, а по всей окружности. Вот. Ну-ка, кто помнит, сколько дней Сергей Кужугетович Шойгу, величайший в мире создатель МЧС в истории человечества, сколько дней, лет, месяцев он служил в армии? Ну-ка, ответ в студию. Ну-ка, ответ пишите в комментариях, друзья. Ну да ладно, нисколько он ни денечка не служил он в армии. Вот. И товарищ Маяковский не даст соврать, не служил. Вот. Но, тем не менее, видимо, это или они хотят новых генеральцев каких-то, но, в принципе, понимаете ли, судя по общей деградации нашего народа населения, везде, не только в регионах, в столице, поверьте, духовно-нравственная деградация, и это нормально, на своем месте. В общем, можно предположить, что это будет использоваться как некое поощрение. Для того, ну, тогда, что это может означать для военных? Ведь для военных воинские звания, знамена, символика – это священные вещи. Ну, на мой взгляд, это говорит о полной деморализации вооруженных сил. Все. Вспомните, когда рушился Советский Союз... Здрасте. Когда рушился Советский Союз, милиция была не в почете. А сейчас с военными... А сейчас тем более не в почете. Милиция? Ну, ладно, хорошо. Меня Захар зовут. Саня. Очень приятно. Ну, теперь вы запечатлены в моем ролике. А о чем ролик? Да так, о том, что Путин собирается назначать, награждать высшими воинскими званиями людей, не служивших в армии. Вот. Пять лет армии у меня. А? У меня пять лет армии. А вы служили в армии, а в каком роду войск? РКБЗ. Нет, сначала ВВС, строчка, два года. Потом по контракту РКБЗ уже. Ну, здорово. И как сейчас, в каком состоянии находятся вооруженные силы? Вот это я не знаю. Вас понял. Но, тем не менее, в общем, теперь можно не служившего человека делать генералом. Не согласен. Вот, вот, дорогие друзья, вы услышали мнение человека, отдавшего пять лет службе вооруженных сил. Что ж, доброго дня. Вам тоже. Удачи. Заходите. Меня Захар Артемьев зовут, и в Ютубе меня легко найти. Как? Захар Артемьев. Попытаюсь запомнить. И вы попытайтесь запомнить, друзья, в общем, вот такие вот... Пангихой. Ну, кому-то... Это от прапора. Ладно. Доброго дня. Вот. А вы подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд. Странного человека, бродящего по странному городу Клептос и встречающего не менее странных людей. Что это был... Ну, хороший парень был. Не знаю, что такое панки и что означает... Не, панки я знаю, кто такие вот хуй, не знаю. Ну, да ладно. Доброго дня.